Не проявлять никакой пощады. Эти слова о буйгурах председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина приводятся в документах, попавших недавно в СМИ. The New York Times обнародовала более 400 страниц секретных бумаг Коммунистической партии КНР, из которых четко видна репрессивная политика властей в отношении мусульманских меньшинств в Синьцзяне. Утекшие данные уже успел оценить госсекретарь США Майк Помпео. «Эти сообщения подтверждают огромное и растущее количество свидетельств, что китайская Компартия нарушает права и преследует людей в заключении». Среди документов, попавших в руки Международного консорциума журналистов-расследователей, выступления лидера КНР Си Цзиньпина и других чиновников на закрытых мероприятиях, директивы и отчеты, касающиеся ситуации в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, в частности, инструкции начальникам концлагерей за подписью китайского партийного функционера и бюллетени, которые распространяют внутри лагерей, а также материалы, касающиеся некоторых одиозных деятелей. Из секретных документов стало известно, что ключевую роль в планировании и реализации проекта массовых концлагерей для мусульман сыграл Чжу Хайлунь. Этнический ханец, функционер Компартии страны, курировал безопасность в Синьцзянь-Уйгурском районе. Лично им были подписаны многие из опубликованных правительственных бумаг. Чжу Хайлунь требует от своих подчиненных жесточайшей дисциплины. Он приказывает не допускать никаких побегов, улучшить дисциплину и жестче наказывать за ее нарушения, добиваться признания и раскаяния, приоритизировать коррекционные курсы китайского, добиваться полной трансформации студентов, удостовериться в эффективности системы видеонаблюдения в общежитиях и классах и устранить слепые зоны. У студента должна быть своя кровать, свое место в очереди и комнате для занятий и свой станок для работы. Меняться местами строго запрещается. Необходимо ввести дисциплинарные нормы по подъему, перекличке, помывке, посещению санузла, домашнему хозяйству, еде, учебе, сну, закрыванию дверей и прочему. Из документов следует, что буквально каждый шаг заключенных в лагерях отслеживается и контролируется. «Мы должны были получать разрешение, чтобы сходить в туалет. И на всех каждый час на туалет выделялось всего 10 минут. Некоторые успевали, некоторые нет. Мы не тратили воду на мытье рук. Раз в месяц нам выделяли по две минуты душа с холодной водой». Во время занятий нам говорили, что мы отравлены религией, что ислам – это вирусное заболевание, которое пришло из-за границы. Из утекшей в СМИ инструкции следует, что освобождать разрешается только тех заключенных, которые продемонстрируют, что сменили ценности, язык и веру. Именно председатель КНР Си Цзиньпин сравнил так называемый исламский экстремизм поочередно и с вирусной инфекцией, и с опасным наркотиком, заявив, что для борьбы с ним потребуется период болезненного интервенционного лечения. Именно эта установка стала основой для массовых репрессий в Китае. Директива предписывает без суда задерживать любого, кто проявляет признаки религиозного радикализма или антиправительственных взглядов. В числе таких признаков, например, ношение длинной бороды или хиджаба, отказ от курения или распития алкоголя, употребления в пищу халяля, изучение арабского языка и молитвы за пределами официальных мечетей, в том числе дома. Как следует из секретных документов, заключенным лагерей присваивают баллы за повиновение, успехи в учебе и работе, а также за яркие признаки идеологической трансформации. От того, сколько у них баллов, зависит, можно ли им связаться с семьей и когда их выпустят. Перспектива освобождения появляется только после того, как четыре партийных комитета соглашаются, что заключенный действительно внутренне преобразился. Для определения потенциальных заключенных лагерей в Китае используется тотальная система слежки. В документах содержится также инструкция о том, как выслеживать уйгуров в других странах и арестовывать уйгуров с гражданством других стран внутри Китая. Муфти Москвы Ильдар Аляудинов призвал сотрясти мировое сообщество для защиты мусульман КНР. Об этом председатель духовного управления мусульман российской столицы заявил в беседе с корреспондентом «Реального времени». «Эти люди нам близки, как представители тюркских народов. С другой стороны, они имеют отношение к религии ислам. Это наши братья, сестры. То, что происходит в Китае, должно находить отклик, биться в наших сердцах, наших душах. Мы не можем об этом умалчивать. Мы должны об этом говорить, стараться сотрясти в этом плане мировое сообщество, выступив единым целым». О ситуации в Синьцзянь-Уйгурском районе он высказывался и на пятничной проповеди в мечети, отметив, что мусульмане России должны как минимум молитвами поддерживать братьев, которые испытывают гнет, притеснение, унижение лишь из-за их религии и национальности.